Вторник, 22 декабря. Обычный день. Уроки, домашнее задание. После прогулка. Александра Боровикова и Василиса Фомичева отправились покататься на ватрушках. В поселке, где живут девочки, есть хорошая горка. Перед спуском решили пропустить вперед пятилетнего малыша. Он вылетел под ограды и упал в речку, но ватрушка не перерывнулась. Он как на кораблике плавал, ноги намочил. Мальчик оказался на противоположном берегу реки и стремительно двигался к большой водоотводной трубе. Времени на раздумья не было. Перебежали через мост, схватились за руки. Одну руку делали, вытаскивали. Это было сложно. В итоге мы его вытащили, быстренько потащили домой. Там, где растерялись взрослые, школьницы проявили мужество. Признаются, испугались. О себе не думали. Берег был крутой и очень скользкий, но иначе поступить не могли. Получилось так на автомате. У меня есть две младших сестры, одной из них три года. И я все время успеваю ей руку подложить, чтобы она в угол не ударилась. И вот как-то я на автомате это получила, что я уже как бы смогла оббежать мост и быстро прямо это схватить. У меня просто какой-то рефлекс, пошел, что мне надо делать. Я просто то, что видела, и то, что я понимала, что надо пускать, что-то сделать, то я и сделала. О подвигах Александра Боровикова знает не только из книжек ее дедушка, герой России, военный летчик Сергей Липовой. Именно ему она первому рассказала о случившемся, а тот сообщил в МЧС. Когда она мне пришла и первый раз рассказала о случившемся, я, конечно, был очень удивлен и, с другой стороны, очень горд, что она не растерялась и совершила свой маленький детский подвиг. Сегодня ее наградили. Мне сегодня очень горд за нее и берет чувство радости. Потому что я уверен, что моя внучка Александра Боровикова, она будет активным гражданином и патриотом нашей Родины. Поступок девочек оценили и в МЧС России. Александру Боровикову и Василису Фомичеву торжественно наградили медалями за спасение погибающих на водах. Здесь, наверное, сработал инстинкт, который заложен как-то генетически. Потому что в ситуации, которая выходит за рамки повседневной деятельности, именно сделать то, что необходимо, наверное, это где-то все-таки на подсознании. А может быть, чем я буду не то что удивлен, а восхищен, если это проходили на курсах, на уроках ОБЖ. Василиса и Александра свой поступок героическим не считают. Они обычные школьницы. Хорошо учатся, увлекаются спортом. Кем станут, еще не решили. Впрочем, если они захотят связать свою жизнь с МЧС, то могут рассчитывать на льготное поступление в ведомственный вуз. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.